Ну что ж, мы продолжаем наши задушевные разговоры о чемпионате Европы по футболу и сосредоточимся на заключительном четвертьфинальном матче, где сойдутся англичане и украинцы. Вот уж мало кто предполагал, что именно эти команды будут биться друг с другом на стадии 1-4. С англичанами было все более-менее понятно, а вот Украина это такое, знаете, это, можно сказать, открытие и в плане тренерской работы Андрея Шевченко, и в плане некоторых футболистов. То же самое Яремчук, как раскрывается перед нами, другие исполнители Ермоленко показывают, что есть еще порох в пороховницах. Короче говоря, здесь встречаются родоначальники футбола, англичане, которые многим воспонимались как одни из главных фаворитов, и, возможно, одна из главных сенсаций этого чемпионата Европы. И, разумеется, при таких раскладах многие, скажем так, посчитают, что здесь у сенсационной команды практически нет шансов, чтобы жовтно-блакитные будут уничтожены англичанами. Но так ли все однозначно? Давайте обсудим. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор и спонсор этого ролика – компания pinup.ru. Это легальный БК, где вы можете сделать ставки на абсолютно все важные спортивные, футбольные, хоккейные и так далее события. Здесь очень удобный сайт, очень удобная система бонусов. Ну и, кстати, если вы введете промокод, указанный в описании, то получите фейбет до 3000 рублей. Так что дерзайте, ребята, это очень хороший такой годный подгон, учитывая то, что сейчас кризис, и вот есть возможность сделать ставки, ничем не рискуя. В общем, проходите по ссылочке в описании на сайт pinup.ru. Ну а мы переходим к разбору ситуации военно-политической в этой встрече. Итак, как я уже сказал, всем понятно, англичане фавориты, тем более, что у них сейчас, скажем так, достаточно хороший такой ход был набран командой. Они обыграли немцев, своих извечных принципиальных соперников и, знаете, такое, в политической плоскости и в спортивной. Англия, Германия – это классика европейского футбола. И после вот такой важной победы, конечно же, команда будет на кураже. Команда потихонечку раскочегаривается в плане физики, это заметно. То есть, если брать групповой этап, то там было видно, что англичане играют, условно говоря, на первой передаче. Сейчас это уже где-то третья, а может быть и четвертая. И вот именно сейчас англичане особенно опасны. Касательно состава, ну тут без вопросов, однозначно на всех позициях сильнее именно британцы. Хотя, знаете, вот здесь уже можно пообсуждать некоторые нюансы. Например, то, что галкиперы украинцев Бушан, на мой взгляд, показывают футбол великолепного уровня. А вот у англичан вратарская позиция считается, ну, скажем так, неоднозначной. И тот же самый Пикфорд – это галкипер, ну, не самого звездного и не самого высокого масштаба. К тому же хотелось бы отметить, что сборная Украины, она имеет целый ряд других важных преимуществ над англичанами. Во-первых, они в каком-то смысле голоднее, злее, и, конечно, они хотят себя показать. У них будет выше мотивация, у них будет выше настрой. Ну и, кстати, если говорить о психологии, о мотивации и так далее, то здесь нельзя не отметить, что англичане впервые по ходу этого Евро будут играть на выезде. Будут играть в Риме, и причем там вроде как какие-то проблемки есть с тем, чтобы английские фанаты доезжали до этой самой римской столицы. Из-за того, что в Англии очень много людей, заболевших новым каким-то штаммом вот этого коронавируса проклятого. Короче говоря, англичане, которые привыкли к поддержке Уэмбрии, могут остаться без нее. Как раз-таки на этот важнейший матч. А что касается Украины, ну, ни для кого не секрет, что в Риме и, в принципе, в Италии очень много зарабетчан. Поэтому еще неизвестно, для кого матч будет по-настоящему домашним. Для англичан или для итальянцев. Кого здесь будет больше. Так что здесь фанатская поддержка вполне возможно будет более активная у жевтоплокитных. Также отметим важный нюанс. Это то, что в тренерской дуэли Шевченко и Саутгейта Я бы, на самом деле, даже отдал небольшое преимущество именно Андрею Шевченко, как человеку, который умеет из минимума ресурсов, а Украину на фоне некоторых других команд на евро, абсолютный минимум ресурсов, из этого минимума делать максимум. Он умеет выжимать все соки из своих футболистов, в хорошем смысле этого слова, добиваться от них лучшей игры и подводить их вот как раз к важным принципиальным противостояниям. Вспомните, сколько раз Украина удивляла нас, обыгрывая или отнимая очки у больших команд, у Франции, Испании и так далее. Всякое здесь бывало и всякая возможность сейчас. Тем более, что англичане, да, не набрали ход, да, не на кураже, но, вы знаете, некоторые проблемы британцев, они по-прежнему не решены. Не совсем понятно, по какой схеме будет играть Англия в три центральных защитника или в два, как мне кажется, Саутгейт так и не определился с базовой остановкой. Не совсем понятно, по какому формату будет играть оборона и в плане кадров, кто здесь появится, на какой позиции и так далее. И много таких вопросов, которые до сих пор остаются без ответа. Поэтому англичане, разумеется, фавориты, но украинцы за счет настроя, за счет дисциплины, за счет каких-то хитрых ходов от Андрея Шевченко способны добиваться своего. Ну и в конце концов, здесь в составе Украины, можно сказать, лидеры выступают в английском чемпионате. Это Зинченко и Ермоленко. И хотя, конечно, успешность их выступлений совершенно разная. Один является звездой Монсити, другой лечится в Эстхэме, но все равно они знакомы с английским футболом. А вот для англичан украинцы будут сюрпризом. Откуда им знать, кто такой Довбик? Как он выйдет на 95-й минуте и что он там может сделать в последние секунды матча, условно говоря? Откуда им знать, как играет Бущан? Откуда им знать, как строится оборона с Матвиенко и всеми остальными? Откуда им делать это вот все знать? Ну, я думаю, если англичане и готовились к каким-то конкретным соперникам, ну, может быть, максимум к немцам по ходу этого Евро. А с остальными командами они играют по накатыванию системе от себя. Поэтому в данной ситуации именно вот этот фактор непредсказуемости и может сыграть в пользу украинцев. Ну, и также отметим, что англичан, несмотря на успешную поступь, они с четырьмя победами идут пока что по чемпионату Европы, у них все-таки есть ощутимые проблемы в атакующей группе с реализацией моментов, с созданием моментов. Поэтому, если Украина упоется в обороне, то англичанам будет очень непросто. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.